Чем ребенок понише отличается от сверхчеловека? Тем, что ребенок это все-таки стадия, что подразумевает, что ребенком можно стать, когда ты уже лев, львом можно стать, когда ты верблюд, а сверхчеловеком стать нельзя. То есть как минимум так. Ну и ребенок, например, он играющий, меняет реальность вокруг себя. Да, означает ли это, что он не подвержен жизнеотрицающим каким-то порывам, что он исключен из общественной морали? На самом деле нет, не значит. То есть, наверное, как бы он менее подвержен общественной морали, наверное, потому что он может ее менять, как захочет. Но полностью ли он ей не подвержен? Вот сверхчеловек, например, ничего угодно может играючи менять вокруг себя. Но он ничему не подвержен, ему просто насрать. Так что сверхчеловек может находиться в стадии ребенка. Я бы даже сказал, сверхчеловек, он скорее плюс-минус находится в стадии ребенка и может менять вокруг себя обстоятельства, менять ценности, менять точку зрения окружающих людей. Вообще, почему тебе так интересно классификация типов личности от какого-то чувака, который в конце 19 века жил? Тебе не насрать, реально, какая разница? Типа, не помню ли? То, что уже перерастает в соционику какую-то кринжовую. Камон, сколько можно, блядь, ребенок, сверхчеловек, сверхчеловек, ребенок. Да по***ть, по***ть, это же даже не философия, это просто декларативная какая-то, блядь, вот, блядь, и фазы. Докажи, не докажу, блядь, просто они есть. Докажи, не докажу, блядь, и блядь, и блядь, и блядь, и блядь.